...один с радостными девушками, но это чуть позже, дорогие друзья. А пока что последний матч 1-4 командного турнира Независимой Федерации Рестлинга. Мы сейчас с вами увидим команда Славы Нискубина и Антона Терябина против команды Ивана Маркова, Локомотива и Рони Кримсона. Ну что ж, это второй матч 1-4 финала, и если выиграют Локомотив и Рони Кримсон, то именно они будут встречаться с Exotic Style Аминьгосом. А если выиграют Антон Терябин и Слава Нискубин, то, соответственно, последние. И, как водится, последнее время вместе с Локомотивом и Рони Кримсоном у Ринга их сопровождает их подруга Бонни. Да, вот именно их подруга Бонни, потому что непонятно, то она с Локомотивом, то она с Рони Кримсоном. Это что-то такое странное происходит, но если она еще не определилась, то пусть так скажет, я еще не определилась, выбираю. И, может быть, именно эта неопределенность и внесла в последнее время, как вы видели, в команду Локомотива и Рони Кримсона некие разногласия, что чуть даже не привело к прямому столкновению. Кстати, уважаемые коллеги, а вы заметили, что Бонни стоит не в углу, где стоит Локомотив, а чуть ли не за спиной у Антона Терябина? Да нет, она просто стоит у Ринга, собственно, на территории зрительного зала. Что значит в углу? В углу должен стоять Локомотив, потому что это его место в этом матче. Смотрите, Локомотив, тем не менее, покидает это место, когда Рони Кримсон хочет отдать ему так или право боя. Не знаю, почему он это делает, но это приводит к тому, что Рони Кримсон остается один на один против Славы Дискубина. Ну, а Слава Дискубин сходу выписывает Рони Кримсону дробки им в грудь. Ну, сходу, не сходу, вообще достаточно красиво они начали матч, такая динамичная серия перехватов пока что продолжается. Вот мы видим, оба пытаются проводить друг другу шейлом, и каждый по очереди блокирует. И не лишним тут будет напомнить, что это не первая встреча на ринге Рони Кримсона и Славы Дискубина. И даже не вторая. И не третья, по-моему, даже. Борцы знают, друг друга знают, на что они способны. И, судя по всему, отлично подготовились к этому матчу. А вот и Антон Деряви, наш народный чемпион, вступает, наконец, в матч. И первой его жертвой становится Иван Марков, локомотив. Да, но Иван Марков на это не рассчитывал. Вы видели, что он сам взял право боя от Рони Кримсона, когда счел, что тот уже достаточно повредил Славу Дискубина после того шейлома, который все-таки со второго раза он провел. Но вместо Славы Дискубина, пожалуйста, Антон Деряви. Вот это я, уважаемый коллега, называю неправильное планирование. Забыл он, что Слава Дискубин может передать так. О таких мелочах забывать нельзя, потому что в таких боях, когда на кому поставлен выход в полуфинал командного турнира НФР, любая оплошность будет стать роковой. Смотрите, Иван Марков, локомотив, блокирует Антона Деряви и проводит ему бульдог. Ну что ж, все-таки опыт Ивана Маркова в этот раз не подвел его. И теперь уже Антон Дерявин является получателем атак со стороны локомотива, а теперь уже и Рони Кримсона. Красивейший друг кик, ступня мамонта от локомотива. После этого приемчика не каждый придет в себя. Ну что ж, Рони Кримсон теперь будет один на один какое-то время бороться против Антона Дерявина. И смотрите, Рони Кримсон, зная о преимуществе Антона в весе и в силе, благородно, благородно просто, можно сказать, позволяет ему прийти в себя. Ведь когда он вышел на ринг, Антон Дерявин еще лежал. И Рони Кримсон ничего не сделал по этому поводу. Вы посмотрите, даже если вспомнить то несостоявшееся удержание Рони Кримсона. Да, Антон Дерявин бросил его как пушинку с себя. Смотрите, Антону Дерявину приходится работать на два фронта, потому что Иван Марков локомотив знает, как нужно вести себя в тактим матчах, какой тактике придерживаться в командных боях. Нужно в любой момент быть готовым к атаке, даже из-за каната. А пока что Рони Кримсон показывает нам свою, я считаю, превосходную технику. Да, техника у него действительно отменная. И более того, хоть и говорил я это однократно, но скажу еще раз, это настоящий самородок из Ярославля. Потому что всем этим своим техническим, закрутом и уловком он научился сам практически всему. А пока что Антон Дерявин получает и от локомотива, и от Рони Кримсона. Слава Нескубин пытается спорить с судьей, но зря он это делает, потому что тем самым он его еще только более отвлекает и позволяет локомотиву и Кримсону продолжать обрабатывать своего напарника. Ну вот, наконец, судья возвращается в матч. Я понял, кстати, какую тактику избрали Рони и локомотив. Они очень быстро сменяются, не давая Антону прийти в себя, потому что они прекрасно понимают, что если Антон Дерявин придет в себя, то у локомотива еще хоть как-то есть шансы с ним справиться, а вот урони Кримсона просто никаких. Обратный суплекс проводит локомотиву, вырвавшись таки из этого двойного, из этой двойной атаки Антон Дерявин. И он хочет смениться на Славу Нескубина, который уже отдохнул и просто кирвется в бой. Да, ему удается это сделать. Слава сразу же забирается на стойку ринга. И ничего себе, вот таким вот двойным дропкиком сначала сбрасывает он и Рони Кримсона, и локомотива. Еще один дропкик, локомотив отлетает от после него. Да, такое ощущение, что на ринг просто ворвался ураган. В лице Славы Нескубина. И вот это кроссбадди с угла. И смотрите-ка, Дидидис, раскруто. Да, я, конечно, много что видел из арсенала. Слава Нескубина, чтоб такое никогда. Сколько ж энергии у этого урагана. Ну, это же ата четвертая командного турнира. Смотрите, Рони Кримсон только что спасает своего напарника локомотива от 3D. Тернув его вовремя за ногу, Слава сработал холостую. И Слава тут же получает коронную криминацию от Рони Кримсона. Антон Дерябин проводит Рони Кримсону свою коронную карусель удачи. И локомотив тоже без особого приглашения проводит локобомбу от Славы Нескубина. Коллега, по-моему, все борцы по кругу просто друг к другу провели свои финишеры. Слава Нескубин оказывается за рингом. Рони Кримсон ему в этом помогает. И в законе... Своя! Своя! Я не верю своим глазам! Антон Дерябин проводит локомотиву свою! И наброс Рони Кримсона на локомотива. И неужели он удержит сразу обоих? Нет. Это было бы слишком просто. Это было бы слишком просто для такого матча и для таких соперников. А пока что локомотив улетает с тараньями Антона Дерябина с ринга. Слава Нескубин все еще за рингом. Туда ему помог отправиться Рони Кримсон. Но сейчас Рони Кримсон полностью в руках Антона Дерябина. И если он приплюснет его... Гель, как говорится, если бы докобы, то на носу бросли грибы. А пока что вовремя Рони Кримсон выполз. Он не выполз. Его пони, по-моему, за ногу стащила. Тем самым спасла, можно сказать, его. Но это почему-то очень сильно не нравится Ивану Маркову локомотиву. Да он просто ревнует. Он оттубасил только что своего напавника. Да это может быть концом всех их стараний в командном турнире НФР. А Рони Кримсон тем временем продолжает работать на ринге. И теперь это уже он против двоих. Против Антона Дерябина и Славы Нескубина. И смотрите, он зашел так далеко, что даже чуть было не удержал Антона Дерябина. Тем самым не выиграв, не сделав работу за локомотива. Так, а что же это будет? Это 3D! Это коронный 3D от Славы Нескубина и Антона Дерябина. И, по-моему, это все. Встречайте, ваши победители. Антон Дерябин и Слава Нескубин. Да, с тех пор, как они взяли на вооружение этот командный прием, так называемый 3D, удача им не изменяет. С помощью этого приема они вышли в одну четвертую и с помощью этого приема они выходят в одну вторую. Посмотрите, Антон и Слава благодарят Ронни Кринсона за этот матч. Несмотря на то, что они соперники, непримиримые соперники, все-таки спортивное уважение. У них присутствуют, они настоящие спортсмены, они настоящие мужики. Продолжение следует...